Мячом пас Тихонову, проскочил коэк, Тихонов бьет издали, опасный удар и видите, Пальюка сумел среагировать и перевести мяч на угловой. А кстати, вот несмотря на то, что в воротах Пальюки побывало 5 мячей, в матче с Лацио он получил довольно-таки высокую отметку. Его практически ничем так и не обвинили, даже и не бросили так реплику, что, мол, дескать, и не выручил. Вот так 6 баллов он получил. Я просматривал отчеты, в нарушении правил штрафной наши пробьют, я просматривал отчеты в итальянских газетах о том матче и вот везде стояла вот эта отметка. Так что вот такие вот дела. Ну и Венталов был оценен достаточно высоко. Но вышел поздно и все об этом страшно сожалели. Сейчас он играет с самого начала. Весь Интер в своей штрафной площади. Вот навесная подача. Ну еще бы повыше. Мяч дошел бы до нашего. Тихонов подхватывает. У КВС с ним ведет борьбу. КВС жесткий игрок. С мячом сейчас Баранов бьет. У Баранова, вы знаете, хороший удар. Но сейчас он мяч немножко поднимает и уходит. Мяч за пределы поля. Счет не открыт. Но много встречи. Интер Спартак на стадионе Сан-Сиро. Джузеппе Миацел в Милане. Прямой репортаж на канале НТВ и спортивном канале НТВ+. Парюков вводит мяч в игру. Ромашенко. Хорошо играющий головой. Высокого роста. Перехватил мяч. Послал в направлении Робсона. Там Уэст. Вентола с мячом Коя на месте правого крайнего. Мяч от нашего ушел за пределы Коля. Во встрече со штурмом. Вот во втором тайме. Дуджи Симони применил такую, в общем-то, неожиданную совершенно для австрийской команды тактику на правом фланге. Он сместил туда Бергами на место правого защитника. Там же в центре стоял по правому флангу. Здесь вот между линией атаки и линией обороны Коэ. И дальше впереди Мурьеро. Это Вентола ведет борьбу за мяч. Настырный парень. Он достанет наших защитников. Вот. И когда они начинали меняться местами, футболисты штурма на этом фланге, на левом фланге обороны, и в линии хавбеков не очень здорово в этих, так сказать, делах разбирались. И часто позиции теряли. Чем воспользовался Бергами на последних секундах матча. Промчался по правому флангу, сделал прострел. Джаркаев забил тогда мяч, который принес победу Интеру. А так, наверное, должна была быть мяча. Вообще, по большому счету, штурм вполне мог победить. Моменты, которые он создал, что называется, были голевыми. Но, по-моему, штурм сам в это не поверил. Так вот, Коэ так и действует на месте правокрайнего. Вот сейчас ему ту передача длинным пасом по диагонали. Хороший пас отметим. Он, Коэ, делает передачу в штрафную площадь. Перехватывает его на Нанка мяч. Ну, а вот тебе, на. Вот тебе техника бразильца. Мяч, как от стенки, отлетел на метром 7, наверное. Нарушение правил толчок в спину. Ну, сейчас Робсу, ну, надо бы он показал, что из того, что... А, то есть, Ананка он показал, извините, что по мячу и низам надо было отдать мяч. Понятно. Но все-таки... Бразилец, это уже судьба. Это уже, значит, техника. Понятно, да? Так, мяч у нашего флориста. Удар поворотом издали. Вот так мы бьем, а? Молодец, Баран. Какой удар. Классный нанес. Дальний, почти верхний угол. И полилка хорош, честно вам скажу. Не зря ему шестерку поставили даже вот в том матче. Смотрите, как левый пробил в дальний угол. Смотрите, мяч еще летел неровно там, блуждал. И все-таки поймал точку, которой надо было бы коснуться. Его левой рукой отбил. Все по законам вратарского искусства. Полилка красавица. Выручил свою команду. 0-0. Матча Интер-Спартак. Нарушение правил. Цимбаларь сделал попытку отобрать мяч Рональдо. Луиджи Симони. И это реакция нашего Олега Романцева на удар Баранова. Когда Полилка отбил мяч на угловой. Василий хороший удар принес. Молодец. Ну и Луиджи Симеона слева был таким спецэффектом. Показали нам сразу моих тренеров их реакцию на происходящие события. Мы продолжаем прямой репортаж со стадиона Джезда Бомиатса Сан-Сиро в Милане. В матче Интер-Спартак. Баранов с мячом. Смотрит кому отдать. А, нет, это было Ромащенко. Извините, пожалуйста. Вдруг он свое место опорного ховбека бросил. Я даже как-то и не ожидал от него. Тут Насы быстренько очень возвращается. За исключением Писарева и Робсона. Все в штрафной площади. Рональдо набирает скорость. Врывается в штрафную. Но там было наших много. Он воткнулся в чьи-то ноги. Мяч потерял. Отдали мяч Писареву. Писарев отдает его Баранову. У Баранова играет с Робсоном. Робсона атакует у Уэст. И отбивает мяч за боковую. Уже мяч в поле. Писарев. Писарев поперек. Играет с Сымбаларем. Тот держит под левой. И Бушманов. Ну такая неожиданная совершенно не кстати совершенно потеря мяча. И там есть свободное пространство. Это то что надо. Рональдо. Вот он уже так приготовился. Было набрать скорость и устремиться вперед. Но вовремя там Парфенов появился. Поэтому он решил на такой на средней дистанции предложил сыграть стенку Вентоли. Но наши были на чеку. Тихонов. Тихонов играет с Писарев. Писарев правильно уходит. Тут же оставляет мяч Ромащенко. Ромащенко спокойно одного обыграет второго. И замокнулся для удара неудобно. Нет ни времени, ни пространства. Правильно сыграл пас Тихонов. Да, Тихонов решает проверить готовность полюки еще одним дальним ударом. Но попадает в Куэ. Мне не нравятся свободные пространства в обороне нашей команды. Такой небольшой разрывчик образовывается уже второй или третий раз. Почему? Потому что защитники не выходят вслед за игроками линии Хаубекова. Все по правилам показывает Марк Батта. Нарушений не было. Вот это мне честно говоря не нравится. Вот опять Рональдо рядом двое. И тут пустое пространство. Сейчас правда отходит назад Хлистов немножко. В таком центре обороны Кихаров подтянулся к центральной линии поля. На полу соуза. Что там дальше? Дальше падают оба нарушения. 0-0 матча Интер-Спартак. 0-0. И Интер хозяева поля в данной ситуации. Они арендовали на этот матч Сан-Сиро и выполняют штраф 0. Запасные Иван Самурано. Ну тут вдруг во вторая еще волна в запасе сидит у Интера Бергоми. 500 матчей сыграл в юбилейных. Но увы не очень удачно. Бергоми, Дзанетти, Заэлиас, Морьеру, Самурано, Пирло. Мы между прочим с Олегом Романцевом обсуждали вот тот состав, который он называл предварительный. И он сказал так, что не будет Пауло Соуза играть, а скорее будет играть Дзанетти. Это была точка зрения Олега Романцева. И естественно мы знаем Дзанетти. Знаем, что он очень удачно и много подключается к атаке по месту левого крайнего. Но вот вдруг оказался в запасе. И Морьеру, и Самурано, и Дзанетти, и Бергоми. Видите какой состав и Пирло. Очень талантливый игрок. Наши с мячом пасы в Робсону. Робсон останавливает. И вот мяч отдает на коротке. Играет с партнером. И судья видел, что было нарушение правила. Тариб Уэст очень жесткий игрок. Даже хамоватый. Ударил по ноге Робсона. Совсем даже не по делу в этой борьбе. Вон он его, видите, колотил один раз. Второй, третий пока не зацепил ногу. Но так как мяч остался у Спартака, судья не свистнул. Дал понять всем, что он это видел. Но в этой ситуации была бы остановка в пользу провиниться. Тариб Уэст все-таки схлопотал желтую карточку. И так, скорее всего, вот за то нарушение. Ну что ж, по-французски бьет Плютар Кёжемей лучше позже, чем никогда. Луиджи Симони на ваших экранах. Олег Романцев. Паула Соуза. Тариб Уэст. Симеоне и Уэст. Два центральных защитника. По очереди меняются местами. Один свободным или другой свободным играет. Но у меня иногда складывается впечатление, что Уэст чаще работает против Робсона. Но Робсон не должен персонально, так сказать, вот в этой, в этом коридоре действовать именно против Уэста. Раз Уэст так себя ведет, а игрок очень цепкий, значит, надо ему помочь избавить себя от присутствия. То есть я это имею в виду Робсона. Значит, Робсон надо уходить от Уэста. Это не значит избегать борьбы. Это не значит избегать борьбы.